По сравнению с прошлым 2021 годом количество ДТП с участием детей выросло более чем в два раза. Стражи порядка связывают это прежде всего с незнанием правил поведения на дороге маленьких пешеходов и беспечностью их родителей. Но виноваты в сложившейся ситуации и водители. Мы тоже не пропускали, они просто летают. Мы боимся, у меня и братья с детьми живет, мы боимся выходить на дорогу, постоянно смотришь, потому что, ну и ругаешься с ними, они еще останавливаются и ругаются с тобой через окно. В рамках комплексного профилактического мероприятия, внимание, дети, сотрудники ГИБДД Ренецкого городского округа провели рейд в микрорайоне Пригород-Лесное. Беседуем с водителями, беседуем с мамами, беседуем с папами, беседуем с детишками, в том числе и на улицах, в том числе в детских образовательных учреждениях, в школах, детских садах. В мероприятии были задействованы три экипажа сотрудников ГИБДД. На какой-то сигнал светофора дорогу переходишь? На зеленый или на красный? На зеленый. Молодец. А кто там нарисован на светофоре? Человечек. Маленьким пешеходам и их родителям напомнили правила поведения на дороге, подчеркнув, что переходить проезжую часть ребенок до 10 лет может только в сопровождении взрослого. Работа велась и с водителями. Всегда пропускаем. Притормаживаете пешеходный переход, когда видишь? Останавливаюсь. Останавливаюсь, да? Конечно. По правилам дорожного движения обязана остановиться. Я как мама, мне кажется, это очень важно. Я всегда останавливаюсь, смотрю, кто переходит дорогу. И говорю, вот у меня автокресло всегда и для двоих детей, и одна девочка постарше, и другой мальчик еще маленький. То есть это не обсуждается. Безопасность на дороге – это самое первое. Такие рейды, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, обязательно будут продолжены. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.